Всем привет дорогие друзья, с вами Маракаси. Сегодня хотел бы ответить на ваши вопросы, которые вы мне задавали по сборке модов. Очень много вопросов поступило мне и чтобы никого не обижать, я постараюсь в этом видео ответить почти на все. Я подробно расскажу вам, как удалить некоторые моды из моей сборки, как решить некоторые неполадки со сборкой, а также, в общем, отвечу на другие вопросы, связанные со сборкой. Также хотел бы поблагодарить всех, кто подписался на мой канал. Спасибо, очень приятно, когда люди подписываются, когда многим нравятся мои видео. Буду стараться и дальше. Также хочу поблагодарить всех, кто поставил лайк, кто оставил свой комментарий. В общем, огромное вам спасибо и от всей души вас благодарю. Итак, для начала расскажу вам, как удалить белые трупы танков. Сначала заходим в папку World of Tanks, потом ResMods, потом 0.8.6. И тут находим папку Vanykis. Вот как-то она так называется. Уж извините, с английским у меня не очень. Ее вы можете удалить, и тогда у вас пропадет мод, который убирает камуфляжи. То есть, многие писали, что у них пропали камуфляжи, так вот, этот мод, он как раз их удалял. Если эту папку удалить просто, то у вас снова появятся камуфляжи. Плюс в этой папке находятся также белые трупы танков. То есть, если опять же ее удалить, то у вас пропадут белые трупы танков. Но учтите, что если вы удаляете, как бы, белые трупы танков, то вместе с ним удаляется и мод, который убирает камуфляжи. Также стоит отметить, что в новой версии сборки нету мода, который убирает камуфляжи. Также в первой версии сборки был мод, который убирает всякие эмблемки на танках. Чтобы его удалить, нужно зайти в папку ГУИ, потом МЭПС, и тут опять же удалить папку ВЕЙКЛИС. Вот, удаляйте ее, и все, у вас снова появляются эмблемки на танках. Также многие писали, что у меня двузначная КПД вместо четырехзначного, что статистика не такая, как в моей сборке. Это, возможно, связано с тем, что вы устанавливали до моей сборки еще какую-то другую сборку и ее не удалили. Чтобы удалить те конфики, которые у вас были в прошлой сборке, вам нужно зайти в РЕСМОДС, потом в ХВМ, и тут удалить все папки, кроме папки РЕС. Оставить нужно только папку РЕС, как у меня тут. Вот тут, кстати, лампочка должна быть обязательно. Ну и иконки кланов. Больше тут ничего не должно быть. Если что-то есть, какие-то конфики, то они просто будут закрывать мой конфиг, и вы будете видеть стандартную конфигурацию Алинимира. Итак, следующий у нас вопрос поступил, как удалить ангар, который был многим, он не понравился. Многие писают, что он американский, и все просто ужасно, что как ты мог такой ангар впихнуть. Не знаю, ребят, мне он просто понравился, красивый ангар, и я как бы ничего такого не имел в виду, ставивая его в свою сборку. Просто он красивый, и все. Итак, как же его удалить? Вот папка как раз с этим ангаром, и вам нужно удалить такие же папки в 0.8.6. Итак, сначала удаляем контент. Вот эту папку удаляем ее, потом флора, потом мэпс, потом спейсис, потом спид 3, или как она там, потом удаляем, что там еще, системная. Вот эту папку удаляем, и сейчас посмотрим результат. Вроде все удалили, да? Итак, как вы можете видеть, тут стандартный ангар после удаления этих папок. То есть все вернулось на круги свое, но сборка вся та же, как вы можете видеть. Если вы хотите восстановить другой ангар, то, конечно же, заходите, скачивайте с того же сайта, где вы скачали сборку. Там много ангаров, и можете подобрать себе самый такой хороший для вас. Также многие писали, как удалить мод, который делает танки в два ряда. Для этого вам нужно зайти вот сюда, вот в папку GUI, потом зайти в папку maps, удалить тут папку icons, потом назад, опять снова в папку flash, и тут ищем файл tanks carousel, удаляем его, и потом ищем файлик ангар, вот этот вот файлик, удаляем его, и все. На этом у вас должно все вернуться, как и раньше. Теперь вы можете видеть, что все нормально работает, никаких глюков нету. Итак, следующий вопрос, который задали, как сделать стандартное древо развития. Для этого вам нужно удалить в папке flash вот эту вот папку, потом файл тех3. Итак, а вот что у нас получилось. Вы видите стандартное древо развития, такое же, как и раньше. Никаких глюков тут не наблюдается. Некоторые писали, что после открытия какого-то модуля выдается ошибка. Смотрите, я ради вас 60 свободного опыта трачу. Огромная потеря для меня, но ладно. И вы видите, никаких глюков нету, все нормально исследуется, то есть я не знаю. Идем дальше. Как вернуть чернотол в снайперский режим. Заходим в папку 086, потом scripts. Клиент, mods. И тут вот даем вот этот вот файлик. Также хотел бы извиниться перед всеми насчет вот твикера. Он действительно оказался нерабочим, но там, где я его скачивал, было написано, что он отлично работает. Притом сайт проверенный. Но оказалось, что он нифига не работает. В общем, исправляюсь, извините. Вы можете скачать по ссылке в описании рабочую версию. Вот вы можете видеть, как сейчас я распаковываю ее. Все у меня нормально работает. Плюс еще, конечно, в сборке я поправлю, поставлю нормальный вот твикер. То есть по ссылкам новым вы сможете уже скачать вот твикер рабочий. Вот все заработало, как вы можете видеть. Да вот, модификация ресурсов завершена. Можно запускать вот твикер. Сейчас даже уберу кое-какие эффекты. В общем, спасибо и извините за недоразумение. Также был такой вопрос, как удалить мою сборку модов. Все довольно просто. Заходите в папку ResMods и удаляйте сначала эту папку, xvm, потом clan icons, потом заходите в папку 086 и удаляйте внутри нее все. И все, у вас не будет моей сборки. Следующий вопрос, как удалить красный квадрат на миникарте. Для этого вам нужна программа NotiPad. Потом нажимаете на файл xvm, он находится в папке Flash. Открыть его NotiPad. Потом вам нужно найти, как сказать, такую строчку, где написано именно про миникарту. Для этого нажимаете поиск, потом найти. И тут вводите, ну то есть квадрат по-английски. Вот так он пишется. Нажимаете искать далее. И вот он как раз миникарта, этот квадрат. И вот опция включена. Чтобы выключить, нужно, например, отсюда вот скопировать файл, что если выключено. И ставить сюда. И сохранить. Итак, вот вы можете видеть, что квадрат исчез, надоедливый. Вы его уничтожили. Вы победитель. Но если вам лень все это было делать, то в описании была ссылочка, с помощью которой вы сможете скачать уже конфиг без этого квадрата. Следующий вопрос, как удалить стрелочку, которую я показывал, откуда у вас стреляли. Для этого нужно удалить файлик дэмэдж индикатор. Дальше у нас идет вопрос, как изменить стандартные команды в игре. Для этого заходите в папку GUI, потом в папку scale form. Тут открываете блокнотом. И вот они все команды в игре. Вы можете их легко тут отредактировать. Это довольно просто все на самом деле. И просто потом сохраняете. И у вас свои команды заготовлены. Также мне задали вопрос, почему я так много раз повторял в моей сборке. Что некоторых сильно бесило. Но на самом деле мне это тоже не понравилось. Я это заметил только, когда уже смонтировал видео. Дело в том, что весь день делал сборку модов и видео. И просто устал. Плюс еще куски видео в разные периоды времени делал. И просто забыл, что я повторял до этого в другом куске видео. И в общем, просто вот так вот перепутался. Мой косяк. Такого больше не будет. Следующий вопрос. Белые трупы танков запрещены. Нет, я не нашел никакой информации подтвержденной, что они запрещены. Вот я нахожусь сейчас на официальном форуме. В разделе запрещенных модификаций игрового клиента. Вот все модификации, которые запрещены в игре. Это 3D шкурки, измененный вид трассеров, убирание листвы, свободная камера. Не путайте с зум модом. Лазерный прицел, модификация прицел с линзой. Белых трупов тут нету. Значит, они не запрещены. Также подтверждение тому, что белые танки не запрещены. Я нашел официальную тему разработчика этого мода. И тут есть переписка с администрацией, ну вернее с техподдержкой, где ему ответили, что данный мод не запрещен. Еще один маленький вопрос. Почему нету сообщения враг обнаружен? Я его решил убрать, потому что оно надо... Следующий вопрос. Как удалить КПД над танками? Для этого зайдите на официальный сайт XVM в раздел редактор конфигураций. Тут нажмите открыть. Выберите устаревшие файлы и в папке Flash найдите файл XVM. Откройте его. Потом перейдите в раздел маркеры. Тут выберите текстовые поля. Нажмите вот на эту кнопку противник. И тут выбирайте текст 1. Вот эту вот галочку. И вот как раз вот тут вот формат текста. Удаляйте вот это значение. Потом нажимаете сохранить конфигурацию. А сохранять ее нужно опять же в папку Flash. На этом пока что все. Возможно будет вторая часть ответов на вопросы. Если не дан был ответ на ваш вопрос, то тогда просто пишите в комментариях. И в следующем видео я постараюсь на него ответить. Надеюсь я вам помог. Удачи вам в боях. Спасибо, что смотрели мои видео. Что пользуетесь моей сборкой. Попытаюсь сделать ее лучше. Удачи.